Здравствуйте! С Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Мы уже встречались в наших обзорах со зрительными трубами, реализованными по схеме Максутова-Кассегрена. Благодаря небольшим габаритам, умеренному весу и отсутствию в них хроматической аберрации, такие трубы весьма популярны. Модель, с которой мы познакомимся с Вами сегодня, не только обладает перечисленными качествами, но и может быть использована в самом широком спектре задач, от наблюдений живой природы до фотосъемки Луны. Итак, сегодня в нашей лаборатории подзорная труба Целеструй С90 МАК. Подзорная труба поставляется в очень прочной, красочно оформленной картонной коробке, которая, в свою очередь, помещена в простую транспортную упаковку. Она отлично защищает внешний вид основной подарочной коробки. Открываем коробку, в которой нас поджидает еще один сюрприз. Большой мягкий чехол для перевозки и хранения трубы, а также аксессуарал к ней выполнен в виде удобного рюкзачка с мягкими и эластичными лямками. Темная ткань, из которой сделан чехол, достаточно прочна. Внутри он отделан черным нейлоном. Пространство чехла разделено при помощи полужестких перегородок на два отсека. В первом располагается собственно подзорная труба, во втором искатель, 45-градусная призма и окуляр-плесла. На внутренней поверхности чехла имеется небольшой кармашек на молнии, в котором находится салфетка для протирки оптики. Застегивается чехол также при помощи молнии. Давайте рассмотрим трубу поближе. Она металлическая, небольшая, около 300 мм в длину. В снаряженном состоянии, с оборачивающей призмой и окуляром, ее длина увеличивается до 400 мм, а общий вес составляет около 2,3 кг. Защитная крышка на объективе пластиковая, плотно прилегающая. К корпусу трубы прикреплена короткая планка типа «ласточкин хвост» стандарта Виксен. Кроме этого, на трубе закреплено гнездо для установки искателя. Стоит заметить, что на планке имеется два отверстия с резьбой стандарта 1,4 дюйма для крепления на фотоштативе. На задней части трубы видны юстировочные винты главного зеркала и соответствующие им стопорные винты. Там же, сзади, находится ручка наведения на резкость и 45-мм резьба под стандартный Т-переходник. 45-градусная призма с крышей стандарта 1,25 дюйма, входящая в комплект, обеспечивает правильное земное изображение в процессе наблюдений в данную трубу. Кроме этого, благодаря конструкции адаптера, призма может быть повернута в любое удобное для наблюдателя положение. Применение стандартного посадочного диаметра для окуляров позволяет использовать совместно с этой трубой не только входящий в комплект 32-мм окуляр, но и любые другие окуляры стандарта 1,25 дюйма. Естественно, это существенно увеличивает возможности прибора. К слову сказать, окуляр, входящий в комплект, имеет очень хорошее фиолетовое просветление стандарта FC, fully coated, и добросовестно черненные внутренние поверхности. Фокусное расстояние трубы составляет 1250 мм. Соответственно, со входящим в комплект окуляром она дает увеличение в 39 крат с полем зрения около 1,3 градуса, приблизительно 23 м на 1000 метров. При этом труба имеет очень хороший вынос драчка в 20 мм и минимальную дистанцию фокусировки порядка 5 метров. Последний параметр обеспечивается в том числе и огромным запасом хода фокусировочного узла. Он составляет целых 29 поворотов. Для обеспечения контрастности изображения внутри трубы имеются бленды-отсекатели. А внутренняя поверхность трубы отлично зачернена. Просветление мениско-вногослойное типа FC, fully coated, и имеет фиолетовый оттенок. Последний элемент, входящий в поставку, на котором нам еще следует остановиться, это восьмикратный искатель прямого зрения с диаметром объектива 21 мм. Для установки в гнездо на корпусе трубы искатель снабжен пластиковой стойкой с регулировочными винтиками. Земное изображение искателю обеспечивает призменный блок, находящийся между объективом и окуляром. Настройка на резкость производится поворотом окуляра. Искатель снабжен перекрестием для точного наведения на объект. Качество изображения, даваемое этой трубой, очень хорошее. Говоря фото-жаргоном, картинка слегка мягковата, но весьма приятна. Яркость изображения и контраст хороший, чуть приглушенные. Цветопередача натуральная, полностью отсутствует хроматизм. Очень хорошо исправлена сферическая аберрация. Дисторсия и стигматизм незаметны на глаз во время дневных наблюдений, однако отмечаются при наблюдениях звездного неба. Впрочем, данные аберрации скорее заслуга окуляра, чем объектива. Использование более сложных окуляров с лучшей коррекцией по полю легко устранит этот недостаток. Стоит также отметить прекрасную заводскую юстировку трубы. Кстати, об астрономии. Эта труба, по сути, представляет собой небольшой телескоп, который справляется с задачей лунно-планетных наблюдений. Благодаря низкой светосиле фон неба черный и глубокий даже при созерцании неба в городе. Настало время подвести итоги. Подзорная труба Целестрон С-90МАК весьма удачное и универсальное решение. К ее несомненным плюсам можно отнести возможность использовать стандартные сменные окуляры, крепление, позволяющее устанавливать ее не только на фотоштатив, но и на астрономическую монтировку, легкое и надежное присоединение к ней фотоаппарата, наличие оптического искателя, при этом труба имеет небольшие габариты и вес. Ну и хорошим бонусом выступает удобная сумка-рюкзак, входящая в комплект. В итоге у нас получится эдакий оптический швейцарский нож, с помощью которого можно решить огромное количество прикладных задач, от наблюдений живой природы до первых проб в астрофотографии. Удачных вам наблюдений, увлекательной фотоохоты! С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!